Продолжение следует... Не только на территории Турции, но и Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Запуск спутника 16 октября в 23.40 по московскому времени. В декабре метеоаппарат второго поколения «Электр-Л» будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Зенит». В подготовке запуска примут участие специалисты «Южмаша» из Днепропетровска, где создают ракеты «Зенит». «Электр-Л» — это обновленный метеоспутник дистанционного зондирования Земли. Новый аппарат, в отличие от предшественника, будет вести непрерывную съемку в 10-ти спектральных диапазонах. Проведен ряд улучшений основных приборов. Задач, которые решает этот аппарат и вообще вся система, можно разделить по большому счету на три группы. Первая — это группа задач, которая связана с получением изображения Земли, всего диска, полного диска, в 10-ти спектральных каналах, трех видимых и семи инфракрасных. Инфракрасный диапазон — это тот диапазон, который нашим глазом не воспринимается, но он несет очень ценную информацию для метеорологов о температуре воздушных масс, о содержании влаги в атмосфере. С геостационарной орбиты спутник будет следить за глобальными изменениями климата, а также фиксировать природные и техногенные катастрофы. Срок службы Электро-Л номер 2 — не менее 10 лет. На Международной космической станции космонавты прочтут фрагмент книги Льва Толстого «Война и мир». Акция приурочена Году литературы в России. Пять лет назад по инициативе Роскосмоса на орбитальную станцию уже были доставлены севастопольские рассказы писателя. На Землю книгу вернул космонавт Федор Юрчихин и передал ее в городскую библиотеку имени Льва Толстого в Севастополе. Году знаешь, севастопольские рассказы всегда соцениваются с молодым толстым, с такой вот бородкой, с высокой по воде. Кстати, вот это же того же года, 1854-й, как раз, обороны Севастополя, а вот его раночные писатели. Все-таки книжка. На борту МКС испытали новую высокотехнологичную камеру с высоким разрешением. Для демонстрации возможностей камеры астронавт НАСА Скотт Келли провел различные эксперименты с шаром воды. Зонд Розетта получил снимки темного южного полушария кометы Чурюмова-Герасименко. Оказалось, что комета состоит из двух ядер, соединенных перемычкой. Год на комете длится шесть с половиной лет. Почти все время она обращена к Солнцу одной стороной. Из-за этого в неосвещенной части температура крайне низкая и появляется большое количество льда. Спиральная галактика М83 в созвездии Гидры всего в 12 миллионах световых лет от нас. Ее часто называют Южной вертушкой или Галактикой Тысячи Рубинов. Из-за красных областей звездообразования и хорошо заметных рукавов. В ее центре огромное скопление нейтронных звезд и черных дыр. Туманность М20 получила имя трехраздельной. Из-за темной пыли, разделяющей ее центр. М20 одна из самых молодых туманностей. Ее возраст всего 300 тысяч лет. Эта фотография сделана астронавтом Скоттом Келли с борта МКС. Казахстанское озеро Тенгиз в тектонической впадине. В 1976 году впервые в истории советской космонавтики в это озеро приводнился спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтами Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским. Через 12 часов после посадки экипаж был успешно эвакуирован. Место старта представляет собой бетонированную площадку размером 40 на 40 метров, в центре которой устанавливается пусковой стол. 10 октября 1948 года С полигона «Капустин-Яр» впервые стартовала отечественная баллистическая ракета «Р-1». За ее основу Королев взял немецкую ракету «Фау-2». Ее скорость составила полтора километра в секунду, а дальность полета — 270 километров, больше, чем у ракеты Вернера фон Брауна. Стартовая масса «Р-1» была 13,5 тонн. Первый старт «Р-1А», с отделяющейся боевой частью, состоялся 7 мая 1949 года. Крупнейший в Евразии телескоп расположен в Нижнем Архазе, в специальной астрофизической обсерватории Российской Академии Наук, у подножья горы Пастухова. Диаметр главного зеркала 6 метров, а вес трубы — 850 тонн. Отсюда начинается подъем к обсерватории на высоту 2080 метров. Чтобы поднять зеркало в горы, надо было проложить 16 километров идеальной дороги с минимальным уклоном. Главное зеркало телескопа, поражавшее людей своими размерами, на фоне башни кажется совсем небольшим. С каждым годом наше представление о Вселенной, о ее строении, кардинальным образом меняется. И я думаю, что этот процесс еще не завершился. Так что понимать, как устроен наш мир в самых фундаментальных своих проявлениях, это очень важно. На Большом Азимутальном телескопе были сделаны важнейшие открытия, связанные с квазарами, активными ядрами галактик, пульсарами, двойными звездами и вспышками сверхновых. Первый старт с нового космодрома «Восточный» перенесен на весну 2016 года. Возможно, запуск будет приурочен ко дню космонавтики. Такое решение принято Роскосмосом на этой неделе по результатам поездки на «Восточный» президента России. О новом космодроме в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.